Одной из главных тем очередной еженедельной планерки стал вопрос о благоустройстве и организации охраны памятников и мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны на территории города Чебоксары в преддверии Дня Победы. Работа по благоустройству и приведению в надлежащее состояние этих территорий будет организована подрядной организацией «Зеленстрой». Совместно с представителями районных администраций города Чебоксары, БОЖКХ и благоустройства была проведена ревизия памятников, установленных на территории города. На основании данной ревизии выявлены замечания. Подрядная организация порочна организовать работу по косметическому ремонту памятников и наведению должного порядка привлекающих территорий. На текущем содержании БОЖКХ и благоустройства находятся 12 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Это по улице Ленкомсомолок, Гремячевская, Тютчево, Аникеевская, Плеханово, Усадская, Коллективная, Новосельская, Симонова, Чандровская и два памятника в поселке Сосновка. Комплекс работ включает в себя покраску памятников и ограждений, обновление надписей, работы по очистке и сгребанию газонов от мусора, прошлогодние травы и листвы, вырезка порослей кустарникам. Также на совещании обсудили вопрос о ходе строительства многоквартирного жилого дома по улице Петрова, дом 9. Строительство объекта началось в декабре 2015 года. 30 декабря 2015 года был заключен договор с ООО «Строительная компания «Стройсфера» с планируемым окончанием работ в декабре 2016 года. Генеральный подрядчик неоднократно нарушал и переносил дату ввода объекта в эксплуатацию. В связи со срывом данного обстоятельства было принято решение о расторжении договора генподрядов с компанией «Стройсфера» и осуществить строительство своими силами в компании ООО «ГУКС». Одновременно в адрес компании «Стройсфера» были направлены претензии и исковые заявления по неотработанному авансу, договорной неустойке, убытками и так далее. Первое заседание по этим вопросам назначено 17 апреля 2019 года. Ввод объекта в эксплуатацию акционерным обществом «ГУКС» планируется в конце апреля 2019 года. Еще одной немаловажной темой планерки стало обсуждение результатов работы по борьбе с неформальной занятостью населения на территории города Чпоксары за 2018 год и первый квартал 2019 года. Также были обсуждены задачи на 2019 год. Между ведомственными мобильными рабочими группами, созданными в администрациях районов города и отраслевыми структурными подразделениями администрации города Чпоксары, совместно с представителями налоговой инспекции управления МВД России по городу Чпоксары, прокуратурой районов города Чпоксары проведено 338 рейдов и обследований. Было охвачено 2190 объектов. За аналогичный период прошлого года было совершено 409 рейдов и охвачено 3172 объекта. Количество проведенных рейдов и охваченных объектов снизилось на 71 и 982 соответственно. По всем рейдам и обследованиям в первом квартале 2019 года направлено в налоговую инспекцию города 92 запроса и получено 54 ответа, остальные находятся в работе. В первом квартале текущего года проведено 27 совместных заседаний, 22 налоговой инспекции и 5 в администрации города, где заслушиваются работодатели, выплачивающие низкую заработную плату, имеющие задолженность по налогам и заработной плате, имеющие признаки неформальной занятости, подрядчики и субподрядчики по муниципальным контрактам, а также должники по аренде плате за землю и муниципальное имущество. Также в городе Данстадт экологическим мероприятием. Администрация города Чебоксары призывает всех жителей столицы принимать активное участие в еженедельных субботниках. Анна Гаврилова, Илья Волков, Жизнь столицы.